В эфире бывает это ужас. Ой, это вы на Евгеньяновича так наехали, ну что ж, я не знаю, мне кажется, что фашист это такое слово вообще, меня аж передергивает. Как-то началось, как-то передачка началась, как-то не сильно весело, жены, фашисты. Ну нормально, выпустили весь пар, сейчас Юра придет, нас зарядит, он, кстати, у нас за кулисами, так что я предлагаю не терять много времени и пригласить его к нам, потому что без Юры эфир не тот. А Юра говорит так, если есть какие-то провокационные вопросы, тут уже понаехало еще одно жидовское море написание. Я хочу увидеть, когда вы это позвоните и Юре скажете, что вы получите в ответ. Вот это было бы круто. И давай тогда Юру увидим уже незнакомь. Вот Юра. Юра, привет. Привет, привет. Ну я это, я к вашей компании Жидо Бандеровиц прибавится. А я Юру не вижу, а ты видишь, а я нет, я вижу только зеленый экран. Как-то, нет, я его вижу. Юр, тебя не видно, давай попробуем еще разок, сейчас, одну секунду. Я себя вижу. Да, да. Ну значит, тогда не повезло только мне. Ты видишь Юру? Я вижу Юру, да. Значит, только это у меня такая зеленые экраны, больше ничего. Но я согласна, Табаха хотя бы слышат, если не видишь, потому что понятно почему, потому что его все хотят видеть. Такой красивый, да. Ну и умный тоже. Вот из Венгрии нам пишут, дело в том, что ваши гости очень часто начинают оскорблять слушателей. Это когда же вы вас оскорбляли? Идите в жопу. Никого мы не оскорбляем. Ну вот, послушай, сегодня ты последний день в Киеве. Ну, во-первых, я... Крайний, крайний день, я еще поживу. Нигде, ну я не буду. Ты завтра улетаешь уже в Валерику, нет? Ну, может завтра, может нет. Ну да, может так, отвечают шпионы. Ну да, так... Шпионы. Разведчики. Разведчики. Разведчики из того партизанского отряда, куда я тоже собираюсь принцнуть, а вы, Юрий, там обещали меня туда взять. Ну, Юра, ну если говорить серьезно, и то, что там напишут, что мой житовский мордый, да ладно, мы делаем. А вот... Что, Паша тоже? Ну, а как же? И Паша тоже. И Паша тоже. Ну, я вот что сейчас предлагаю делать. Я не только житовская морда, у меня еще кое-что, ну, в эфире нельзя показывать это, а то бы я показал. Это круто вообще было бы, да. Ну, Саша не видит все равно, так что. Да, да, к сожалению. Послушай, ну, я могу себе представить, у меня хорошее воображение. Так, я по поводу того, что сегодня, сегодня мы получаем новости, ну, просто ужас какие. Я имею в виду Украина, Россия, то, что происходит, прости, эти стягивания войск и так далее, и так далее. Юра, я не хочу слушать эти дурацкие каналы, где врут все подряд. Я имею в виду, ты понимаешь, какие. Я хотела от тебя услышать, что же происходит на самом деле. Ну, много причин. Это долгая история, конечно, но в России это часто. Они проводят то, что называется инспекции, учения, где-то март, апрель, это у них бывает. То, что истягивание войск, да, оно происходит. Они стягивают войска не только на границе с Украиной, где там Донецк, Луганск и Крым. Ну, также с белорусской стороны, в общем, с других сторон. Ну, показывает, что, мол, как будто они сейчас начнут прорыв в коридор, чтобы получить воду в Крыму. Потому что лето обещают сухое, Крым останется без воды. В общем-то, много проблем защищать русский мир. Но я считаю, что это очень опасно, конечно, потому что создается большая опасность, когда столько войск, вообще, когда столько оружия начинает брянкаться к оружиям, это опасно. Потому что кто-то где-то стрельнет, что-то где-то взорвется, кто-то пошлет обратку. И обратно, и это начнет очень быстро, это может вспыхнуть. И пока там дипломаты и политики договорятся, чтобы это загасить, погибнут люди. Погибнут люди и погибнут зря. С другой стороны, конечно, это опасно. Но с другой стороны, когда об этом так много говорят, это уже все сконцентрировались на этом. Все спутники уже сошлись там, все смотрят на эти места, как россияне перебегаются и стягивают войска. Обычно сюрприза уже в этом нет, ничего в этом нет. Это все делается демонстративно, это все делается на показуху. И надеюсь, что это растворится и мирно разойдутся. Конечно, также стягивают войска туда украинцы. Ну и НАТО двигается, и Соединенные Штаты в Европе. Американские войска пришли в боевую готовность. Это не потому, что президент или кто-то приказывает. Это происходит автоматически. Это прописанные протоколы, прописанные приказы, что если там россияне двинут дивизию сюда или дивизию туда, то НАТО, Америка, Соединенные Штаты, мы двигаем свои войска тоже. Это автоматически так происходит. Потом вмешиваются политики, президенты, и они начинают уже разбираться. Не надо, намечается драка большая, большой хипиш. Только один раз в истории было, когда мы привели свои войска в боевую готовность, потому что мы не знали, что происходит. Это 11 сентября. Путин дал приказ автоматически не приводить российские войска в боевую готовность, потому что это автоматически происходит. Вот такой он сделал уже с доброй волей тогда, и Буш ему был благодарен за это. А так больше я не знаю в истории, чтобы такое было. Поэтому это все происходит. Ну и, конечно, начинают бегать, начинают летать, начинают готовиться ко всему. Как мы знаем, что президент Зеленский полетел в Анкару, встретился с Эрдоганом. Они что-то там обговорили, видимо. Но вот сегодня утром все чартерные рейсы на отдых в Турцию, в Анталию, в Аланию были до июня отменены. Все путевки, все, что россияне купили на отдых, отменены все чартерные рейсы. Он же вроде бы как Эрдоган пообещал эти байрахтары, которые... Да, да. У украинцев, насколько я понимаю, они есть, и я думаю, что турки дадут. Потому что, опять же, многие начинают нервничать за это, потому что Путин все-таки непредсказуемое такое существо. Он параноик уже, он может натворить дела, но потому что нет его, нет России. Нет России, зачем нам мира, Джон говорил. Поэтому турки, которые веками воюют с Россией, сразу же тоже начали нервничать в бассейне, в Черноморском бассейне. А поляки нервничают за это, прибалтыничают, а это все натовские страны. Поэтому Путин понимает, и я думаю, что его окружение понимает, что в лобовую атаку они пойти не могут. Просто взять и крушить все на своем пути, освобождая, так называемую, Украину от фашистов. И потом это, я не думаю, что это его стиль. Он такая как бэшная мразь. Он будет действовать вагнеровцами, пошлет вагнеровцев, пошлет патриотов, пошлет казаков, пошлет русский мир. Начнет вот это, вводить разные, ну, раскол в общество украинское. Пятую колонну здесь задействуют, она здесь большая. Ну вот, слава богу, они закрыли эти российские каналы, которые вещали здесь российскую пропаганду. Они их неправильно закрыли, но, слава богу, и так закрыли. Боюсь, что это вернется им тоже бумерангом. Но на сегодняшний день люди здесь, да, люди переживают, особенно там в Одессе, в Харькове, в таких городах, в Мариуполе. Они считают, что да, там опасность создается для них. Ну, это неприятно, по-любому это неприятно. Юр, насколько мне известно, два американских эсминца вошли в Черное море. Это какую-то роль играет или просто это показатель? Нет, конечно, это играет огромную роль. Но там не только американские эсминцы, там турецкие эсминцы, фрегаты. Они же американские. Это, конечно, играет роль. Это команды кораблей, на которых тамагавки, там, смертонесущие оружие. И авианосцы наши недалеко находятся тоже в этом регионе, по авианосной группе. Поэтому, если нам надо... Ой-ой-ой, жалко, вдруг звук пропал. Юра? Звук я, Юру, так и не вижу. Ты так и не видишь, Юру? Юр, ты можешь переподключиться? Видимо, знаешь, что давай сделаем? Вот тут пишут, Гарри Табах один из адекватных. Табаху следует попробовать пообщаться. Ну, тогда, возможно, муж Добаев у нас не появится на радио тем, кто пишет, потому что он у нас обижен, наш один из гостей, выразился как бы не очень деликатно с точки зрения Айдера Боджабаева в адрес крымских татар. Поэтому, так сказать, с Айдером Боджабаевым мы, как бы, к сожалению, уже не будем общаться. Так он сказал, в первом случае. Ты видишь сейчас, Юру? Алло, алло. Я готова, я вижу только зеленую, поэтому Юра, привет. Да-да-да, Юр, мы тебя слышим, ты нас слышишь? Алло, алло. Нет. Надо тогда, давай знаешь, что сделаем, Паша? Пока Юра подключается к нам, у нас там какое-то поменено видео, поэтому, может быть, не очень хорошо видно, я не знаю. Я хочу сказать, что я думаю, что Юрий Табах подключится к нам сейчас, а пока я бы хотела вас вот о чем попросить. Вот, когда вы пишете ваши комментарии, вы иногда употребляете нецензурную брань в адрес наших гостей. Я бы вас хотела попросить этого не делать, потому что эти комментарии видим же не только мы, но и они тоже. И это нехорошо, потому что это просто неправильно. Вот, я не знаю, кто такой у нас появился, Игорь Дидич, вот вы там что-то писали, называя словами такими, другими. Я думаю, стоит как-то воздержаться от таких слов. Ну, вот, вы пишете, два эсминца США в черном море и так далее, и так далее. Ну, вот, начали приходить вопросы. Алло, алло. Да, Юрий, мы тебя слышим, ты нас слышишь? Да, все нормально, извиняюсь. Отлично. Значит, Юра, ну, вопрос такой. Вот, Алло, Юрий, почему Украина воюет против тирана Путина и в то же время братаны с тираном Эрдоганом? Или здесь работает правило «враг моего врага, мой друг»? Я не понял вопрос, воюет против тирана Путина, но с кем? В то же время братаны дружат с тираном Эрдоганом Украины. Ну, я не понимаю, почему Эрдоган тиран. Эрдоган ни на кого не напал, ничью территорию не отнял. Эрдоган действует в границах своей страны и по правилам международным. То, что мы не согласны с ним во многих вещах, но это не значит, что он тиран. Или это не значит, что он пока что живет и управляет демократической страной, как Турция. Может быть, не такой демократик, как нам нравится, или не такой, как мы ее понимаем. Но Турция все равно часть НАТО. Турция прогрессивная страна, и она важна в борьбе с тираном Путиным, который захватывает чужие территории, угрожает все время кому-то, нарушает права человека у себя в стране, диктатор самый настоящий, и у него ядерное оружие. У Эрдогана нет этого. Юр, вот такой вот вопрос, я никогда не слушаю Fox News, но сегодня мне прислали, это я отправила тебе тоже, где ринканские журналисты говорят о том, что если эта война начнется, Россия и Украина, то это обовлечена будет Соединенные Штаты Америки, Канада, ну все страны мира, и это Третья мировая война. Ты согласен с этой точки зрения? Ну я надеюсь, я не знаю, я надеюсь, опять же, что такое война надо, многие говорят, ну сейчас идет война между Украиной и Россией, но она пракси война, она такая гибридная война, потому что у Украины, у России остаются дипломатические отношения, у них открытые границы, они продолжают торговать друг с другом, но и в то же время говорят, что идет война. Поэтому война это понятие такое, пришлет он сюда вагнеровцев, пришлет он сюда, их там нету в Украину, я имею в виду, или он пойдет в лобовую атаку, это две разные войны. Конечно, если он двинет войска на территории Украины, то, конечно, я думаю, или я надеюсь, что и НАТО, и Соединенные Штаты, и Канада включатся в это, потому что нельзя второго Гитлера здесь, знаете, все время, ну хорошо, чуть-чуть в Чехословакии, чуть-чуть там в Польше, ну и евреев там, главное его не злить. И как Чехословакий сказал, вы хотите сохранить достоинство, вы хотите за цену достоинства не воевать, нет, у вас не будет ни мира, ни достоинства. Вы потеряете и то, и другое. Поэтому я думаю, что надеюсь, что сегодня на лидеры Европы, и Соединенных Штатов Америки, Канады, они понимают это, и хотят, не хотят, им придется включиться в это, если он пойдет в лобовую атаку. Но я надеюсь, я не думаю, что он это сделает, и я надеюсь, что такого не будет. Я надеюсь, что это все к лету разрешится и разойдутся. Опять же, почему это происходит? Частично это потому, что он тестирует лидеров, он тестирует таких, как Байден, он тестирует, он понимает, что это такое Обама, при Обаме он мог и Грузию, и Украину, и ничего ему не было. И он опять тестирует, посмотрит, какая реакция на это будет. Ну вот мы эсминцы вошли. Если бы эсминцы вошли тогда в 2014 году, два эсминца вошли бы в Черное море, я думаю, что Крым бы сегодня был украинский, мы его бы не взяли. Но так как на нее никакой реакции на это не было, он использовал этот момент и создал себе такое, консолидировал народ вокруг себя. Крым наш, Крым отжали. А сейчас вот уже эсминцы там, но он проверяет, потому что он понимает, что у нас в Америке сейчас слабый лидер, слабая политика, страна расколота на два лагеря. И он пользуется таким моментом. Также он испытывает и Зеленского, и он смотрит, как будет реагировать, допустим, Макрон. Макрон начинает метаться, пытается его уговорить, ну, как французы обычно делают, пытается его уговорить по-хорошему. Значит, мы вам дадим все, вы будете нашим другом. Он пытается его лизнуть в самых неприличных местах. Знаешь, интересно, я тебе что-то расскажу. Сейчас, Юра, я общалась со своими друзьями, которые живут в Москве. И 18 марта была годовщина захвата Крыма, да? И в Лужниках согнали, именно согнали, я не оговорилась. Там 10-15 тысяч человек, невзирая на пандемию и так далее, для того, чтобы там выступал российский президент, для того, чтобы там были люди. Так вот, моя приятельница, которая работает в одной компании, она, в общем-то, идти не очень хотела. Ей сказали, или ты идешь, или ты вылетишь с работы. Это моя знакомая, это я не сказки рассказывала. Ну, честно, я с Наталью. Ну, да, это по поводу того, кто-то там были студенты, которым заплатили и так далее. То есть так люди шли отмечать годовщину захвата Крыма или присоединения Крыма, как они это называют. Ну, нельзя было допустить, чтобы там зал, ну, лужники были пустые, я имею в виду стадион. Вот тут пишут, что у нас на радио сказали, что Юлия участвовала в передаче надувных лодок в Украине. Я об этом ничего не знаю. Почему Украине передали лодок? Это шутка или что-то такое? Я не очень поняла. Нет, в Украине передали китера береговой охраны такое есть, да. Да, и еще там один человек интересуется, живешь ли ты в Киеве, Юра, на проспекте Остапа Бендера. Остапа Бендера? А кто такой Остап Бендера? Я не знаю. Был Степан Бендера. Остап, наверное, это что-то переподил. Остап Бендер был такой, и был Степан Бендера, а вот Остапа Бендера я не знаю. Это, видимо, человек, который глубоко знает историю, немножко путает 12 стульев золотой теленок и движение УПА, и такой национальный герой Украины Степан Бендера. Я дружу хорошо с его племянником. Он живет в Киеве? Нет, он живет в Филадон... Ну, он раньше жил в Филадельфии, он большой, поддерживает Израиль, очень активный в еврейско-украинских общин, очень прекрасный души человек, такой профессор. Говорит по-русски? Марко Бендера. Нет, по-русски он не говорит, он говорит по-украински. по-русски. Они не очень любят говорить по-русски. Они не очень. Но он американец, он американец. Юр, такой вопрос из Израиля. Что думает Юрий, как военный, о барже, которая арестована в Советском канале? Баржи? Я ничего не знаю про баржи, которая арестована в Советском канале. И ваше мнение военного о взрывах в Иране? Я не знаю, о каких взрывах они говорят в Иране, которые были давно или которые сейчас недавно случились. Которые сейчас, да. И я тоже еще пока ничего не слышал про эти взрывы, я у меня нету. Но обычно, когда такие трагедии в Иране случаются, особенно с тех пор, как пришел к Байден, к власти, мы можем догадываться, кто это организовывает. Спросите, пожалуйста, у Юрия Табаха, что он думает по поводу беспорядков со сливой в Миннеаполисе? Что я могу думать? В этот раз они, видимо, правильно делают, призвали нацгвардию, наводят там порядок. К сожалению, во время Трампа они не хотели этого делать. И вот дождались, когда, опять же, когда ты даешь бандитам, хулиганам делать, что они хотят, и ты думаешь, что они помогают себе, что ничего, большевики сейчас только будут нападать на буржуинов, а потом кулаков, а потом всех остальных. А Гитлер только будет убивать евреев и цыганы и гомосеков, а все остальные, значит, нет, это расходится все время. История этих людей не учит, поэтому сейчас это возвращается им обратно. Раз уже при той власти, которую они хотели, они призывают нацгвардию, чтобы те навели порядок. Теперь они введут свою полицию жесткую, они введут полицию нравов, введут цензуру. Ну, будет все так, как у нас на родине было. Юр, ну, тогда вопрос, Коля, мы перешли немножко на американскую территорию, вопрос такой к тебе. В связи с тем, что произошло в ноябре, в январе и происходит сейчас, когда полностью разрушается страна, в принципе, вот этой командой, которая пришла к власти, скажи такую вещь, вот объясни мне, как человек военный и как человек, который живет в Америке, наверное дольше, чем я, я приехал в 95-м, ты наверняка приехал раньше. Почему американцы сидят дома? Ведь половина страны с этим не согласны. Потому что американцы загонопослушный народ, потому что они верят, что это все исправится, они верят, что правосудие победит, многие верят в сказки. Это риторический вопрос, на который нет ответа. Почему в Украине они продолжают здесь по всем каналам и везде вещать, что слава богу, что Трампа нету, а вот Байден пришел, наверное, ведет порядок. Хотя они видят, что на них атакуют сейчас при Байдене, и при Байдене у них отняли Крым, при Байдене началась война, при Байдене сейчас это, а при Трампе перекрыли Северный поток, цены на нефть упали, ну и так далее. Консульс закрыт, а Байден это все открывает обратно и дает миллиарды и миллиарды долларов Путину, и они начинают ставить в колено. Вот ты приводишь эти, ну я быстро уже говорю, потому что мне просто надоело это как дятел долбонить одно и то же. Ну и все равно сидят, вот у меня было интервью, я взял интервью у Дмитрия Гордона, казалось бы, гениальный человек, очень умный, все, вот я ему привожу примеры, а он говорит, нет, все, Байден мне нравится больше. Ну хорошо, мне нравится Байден больше, а Трамп мне не нравится. Говорю, ну вас же слушают миллионы людей, миллионы русскоязычного мира, у нас в стране, в Америке, в Канаде, вам верят, вам доверят, мы вам говорим, вот факты, вот я, ну хрен со мной там, Иларионов Андрей, такой уважаемый человек там, Буковского архива, говорят там, Боровой такой есть человек, который, все они были леваки раньше, но они пожили немножко в Америке, они увидели разницу между Байденом, Обамой, между Трампом, и они вам говорят, приводят примеры, приводят факты, а вы все равно уперлись, с аргами нет, вот, он говорит, ну все, в конце он сказал, ну по ощущениям у меня так, ну это ж ты не патриот по ощущениям, ты ж по ощущениям не пойдешь к хирургу, чтобы он тебя по ощущениям делал операцию, или в донтист в него, или в такси, да ты к парикмахеру по ощущениям не пойдешь, чтобы он тебя по ощущениям под стрих, да, ну надо же как-то разбираться в этих вещах, что-то там народу доносить, ты же должен быть, не такая ответственная журналистика должна быть, да, насчет, кстати, этого, Сатановского и Хазина, вот Хазин, тоже, да, он же ответственно говорит, Хазин говорит такие вещи, как нет такой страны, как Украина, это же, вот это и есть фашистская, знаешь, нет такой, нет, нет таких людей, не существует, нет таких людей, как цыгане, да, и гомосексуализма у нас нет, это и есть вот эти нацистские высказывания, которые надо фильтровать и затыкать этим людям рот, слушай, это, Хазин, тут у меня друг есть тоже, дуэдно фамилец, Натан Хазин, посмотри его, приедь сюда и скажи ему, что нет такой страны, как Украина, приедь сюда, скажи ему, вот, я тебя с ним познакомлю, и увидишь, что с тобой будет, будет, есть такая страна Украины, тогда ты поймешь, есть такая страна Украина или нет, потому что в пятак шею свернет в один момент этот Хазин, Натан Хазин, Равин, кстати, он, который воевал в АТО за Украину, и он, ты ему скажи, что нет такой страны, как Украина. Я, кстати, извини, потому что я слышала это интервью и видела твое юро с Гордоном, когда он тебя спросил очень лукаво, а вам нравится Путин? И я слышала твой ответ, и я поражена была, насколько грамотно, это я не поражена, сколько грамотно, насколько деликатно не в твоей манере ты ответил, что, так сказать, мне он не нравится, но это было очень корректно, я привыкла к тебе к другому. Ну, слушай, ну, потому что это Гордон, я пытался его... Нравится, не нравится, что значит нравится, что значит нравится. Он все время говорил, что я люблю Трампа, я не люблю Трампа, я люблю одну женщину, двух детей, одну собаку, вот, которая наполовину волк. Что значит, люблю, не люблю. Это, ну, нравится, не нравится, даже, ну, в политике, в войне, в дипломании нет таких слов, нравится, не нравится. Что-то мне нравится в Путине, он, ну, такой, 60 с чем-то, сколько ему, почти 70 лет, он в хорошей форме, мне это нравится, он там спортом занимается, мне это нравится, что-то тебе нравится, его политика, мне не нравится, его отношение к людям, мне не нравится, его КГБ-шные мозги мне не нравятся. Это, ну, что значит, нравится, не нравится. Ну, да. А так же нельзя, так же нельзя, мы же никак не должны действовать в мире, что тебе нравится, и что тебе не нравится. Мне много чего не нравится, я делаю. По ощущениям делаю. Патриоты настоящие не по ощущениям работают, а по, по, то, что нужно для страны, для человечества, для твоего народа. Люди идут на войну, а им что, это нравится, что лети туда? Или они по ощущениям, и по ощущениям они их там убьют, но они идут, потому что это нужно, потому что они понимают, что они, ответственность они берут на себя, они отсиживаются дома за юбкой, хотя сегодня и женщины воюют, они правильно выросли. Поэтому, поэтому, я даже не понимаю этих слов, нравится, не нравится тебе по ощущениям, да вот просто мне его прическа не нравится, но Эйнштейн тогда идиот был, у него тоже прическа была дурацкая. Ага, и, Юр, и такой вопрос, вчера Жириновский, или позавчера выступал, и сказал, это пишет слушатель, что войска будут введены на всю территорию Украины, российские, и любое сопротивление будет подавлено в течение 20 часов, и везде будут вывешены русские флаги, и будет идти зачистка, и никто нигде не посмеет ничего возразить. Как ты реагируешь на такие выступления? Ну что, классно, интересные выступления, нужно, чтобы кто-то развлекал народ. Хазанов перестал быть смешным, и Жириновский развлекает народ. За 24 молодежи, а он будет там, он будет вперед, он же, у него же, по-моему, мундир есть, что-то он там все генерала давал, или полковника уносит, он будет там впереди. Он в Индийском океане собирался сапоги мыть. Я уверен, что его тут встретят с растертыми руками. Понимаешь, все они, они, ну, это все, это же, да как это по-русски, так сказать, ну, ты понимаешь, кто они такие. Поцы, если по-русски. Парни, парни очень ценные, да, парень очень ценный. Поц. Только они трендят, знаешь, языком, они просто не понимают, что есть люди не очень умные, есть люди не очень далекие, но это не значит, что они плохие, и они слушают этих сволочей всех, и они правда хватаются, там пойдут воевать, их убьют, покалечат, потому что они наслушаются, насосутся вот эти дребедения, которые, эти идиоты, не идиоты, эти скоты, не несут этим разем. Слушай, я знал Жириновского, понимаешь, люди, которые узнают, вот он стоит с тобой разговаривает, абсолютно нормальный, адекватный, разумный человек. Появляется третий человек, все, меняется в лице, меняется его мимика, меняется все, меняется все. Не, уже это. Марина написала из Москвы, да, вы совершенно правы, радиовера, я сама из тех студентов и бюджетников, которых созывали на концерт Крымского весна в Лужнике по случаю годовщины аннексии полуострова. Вы видели там этот бардак, который там происходил. Спасибо большое. Марина, Паша. Юр, скажи мне такую вещь. Вот я слежу, естественно, за политикой в Америке, и мне это интересно, но меня сейчас, я в нескольком непонимании того, что происходит. Я понимаю, что пришла обамовская команда, я понимаю, что все, что Байден и его это так называемый кабинет, это просто марионетки, это все понятная часть. Мне непонятно вот эта риторика по отношению, я понимаю, что он будет дружить с Путиным и сдаст Украину, я все это понимаю. Мне непонятна риторика вот эта, которая сейчас льется. Все-таки они решили действительно разобраться с Северным потоком или же это опять же только возгласы и крики и так далее. То есть мне это непонятно, что на самом деле они собираются делать. Понимаешь, я не знаю, что они собираются делать, хрен их знаешь. Я не могу предсказать. Это вот там Пентковский, он видит будущее. Правда, до точности наоборот, но что-то видит. Там есть такие, которые там Альбатс, вот у них надо пару, они видят все вот это будущее. Карина Орлова, она тоже у нас молодая, но с видением будущего огромное. Я знаю, что было в прошлом, сегодня эти люди видят будущее, но не видят прошлого. Я вижу прошлое. В прошлом они то же самое. Говорили, говорили, но бабки-то бабки, деньги-то деньги. И Европа, и Германия, они все говорят, да, да, сейчас мы санкции ведем, сейчас мы ему покажем. Северный поток надо достроить, деньги, но не в ущерб Украине, не в ущерб, как это может быть не в ущерб Украине, я не экономист, но я не понимаю. это, знаешь, я не понимаю этого. Это когда я к тебе в холодильник залезу, съем, там все, говорю, но это не в ущерб тебе, нет, не в ущерб тебе. Я буду питаться за площадь, но не в ущерб тебе. Естественно. Юр, ну а как с военной точки зрения, вот как ты оцениваешь то, что сейчас происходит с украинской армией, у нее есть какие-либо шансы противостоять России, или... Смотри, конечно, российские армаде, это, украинская армия не сможет противостоять, просто по численности, это, они шапками закидают, как говорится. Вот, это вот мое так мнение, ну это опять же не армия 14-го года, это уже довольно-таки хорошая оснащенная армия, она уже готовится, она готовилась все эти годы к атаке от России, там проработаны планы, есть союзники, есть помощь, есть обученные офицеры, сержанты, это уже совершенно другая армия, они обстреляны, ребята уже, они уже побывали в бою, это совершенно другая армия, отпор она точно даст, вот как Жириновский говорит, в течение 24-х часов они не продвинутся, эти ребята ударят, они же сейчас тоже идет перестрелка, и украинцы дают ответку, дай боже, дай боже, они дают ответ, молодцы, вот, поэтому они, ну конечно, если это будет длиться долго, у них нет ни ресурсов, ни столько тел, жизни, и оборудования, но если русские двинутся, но я не думаю, что это произойдет, я просто сейчас фантазирую, их погибнет очень много, они повалят много, хотя может быть и израильский вариант, слушай, тоже никто не думал, что Израиль сможет отразить столько раз атаки в сто раз в армии, чем они со всех сторон, а они отражали, я думаю, украинцы способны сделать то же самое, способны, я надеюсь, что этого не будет, но они способны, ну потом, конечно, Россия, это не арабы, но все равно. Но у меня вопрос такой, когда российская армия, насколько я понимаю, уже находится там, уже вот в этих так называемых этих образованиях, нет еще, нет ее. Они, ну как, что значит сказать, официально нет, конечно, в ЛНР, ДНР, там находятся кадровые российские офицеры, наверное, профессионалы какие-то там, прапорщики, но вот армии, армии нету, там есть, ну они, наверное, там косят подсоветников или под там этих, которые, как они говорят, отпускников, их там нет, но там артиллерии, танков, вертолетов, самолетов, этого нет. Понятно. Ну, а вот то, что происходит, вот эти все слухи вокруг того, что Путин может там болеть и так далее, ну я понимаю, что это конспирология, но в принципе, что он потерял ту хватку, которая была раньше, это как-то я согласен, я согласен, я согласен с этим, что он не владеет ситуацией, уже довольно-таки давно, продолжительное время, он не владеет ситуацией, просто потому, что он с одной стороны говорит одно, а происходит другое, он хочет там договориться, встретиться, договориться с Байденом или договориться с Трампом, о чем-то, а его самолеты там начинают хулиганить над нашими кораблями, или их БТР начинает гоняться за нашим уровнем машины, и так не делается, кто-то все время его кто-то подставляет, там из его министров, или из его внутреннего круга, кто-то там идет какая-то борьба, а он уже, то ли ему безразлично, это все уже стало, то ли он, ну, и надо понимать, что он болен, он болен, я не знаю, как он физически болен, но психологически или психически он болен, любой человек был бы болен, так долго у власти, иметь такую огромную власть, это отравляет человека, человек становится параноиком, человек становится, много разных психологических нарушений у человека становится, он удаляется, он сидит в бункере, не вылезает, два-три человека могут к нему прийти, с кем он там может поговорить о чем-то, и находится в паранойи, причем надо понимать психологию КГБшников, они и так параноики, все первоначально, первоначально, сразу же, а еще когда он, конечно, уже отравлен этой властью, все отравлены, всем этим, и он видит врагов кругом всего, что его все ненавидят, все хотят его убить, конечно, он становится опасным человеком. Ну и еще тогда вопрос такой немножко военный, как человеку военному, с точки зрения технологической, я знаю, что сейчас русские что-то там какие-то, то ли мультики, то ли не мультики, что-то там придумали, что-то там запустили, даже где-то как будто запустили достаточно удачно, я понимаю, что они отстают от американских технологий, я понимаю, что они отстают от американского вооружения, но это отставание такое же, как было на десятки лет или мы говорим уже от отставаний достаточно при советском союзе конечно у них было и больше ресурсов и больше возможностей сейчас они же принципе х большой вот этот натан хазин кстати сказал это большая советская армия воюет против маленькой советской армии будь то грузия будь то украина но они воюют как бы против самих себя поэтому они давным-давно проиграли эту войну они проиграли этого еще в грузии если смотреть на это с точки зрения глобальной истории российский народ к сожалению проиграл это все на них лился золотой дождь и не знаю 20 лет с ценами на нефть и смотрите страны которых добывали как там живут люди как они отстроились в пустыне в песка нету там что образоваться не были самой страной в мире но все равно строились создали что-то здесь они все про про бабали как говорится по-русски и поэтому вот все это в этот металлолом вложено в эти танки в эти бтр и вы в пушки люди так него мы не воюем больше так в целом израильского турецкого на сарма и высокоточечным оружием чтобы не было побочных убоев гражданского населения чтобы инфраструктуру не разрушать смотри на войну которая шла между азербайджаном и на горном карабахе и армении это было сразу видно где войны российские российской системы где воюют уже более современная там с помощью турции с помощью нато с помощью израиля с помощью союзников ты не один оказалась одна по самая россия она одна и никто не поможет никто рядом с ними встанет украины встанут крайне будут помогать или так или иначе финансово или оружием или турции перекроет дарданелло и босфор для российских кораблей много чего будет происходить санкции перекроется много что будет это это будет конец конец россии если не перестой всего мира но байдена но байдена украина не нужна даже украинцы тоже не понимаешь байдену надо чтобы украина сгинулся про нее все забыли потому что это он здесь орудовал и говорит в вольте там генпрокурора или я вам не дам миллиард долларов наш шантажом прямым занимался потому что его сын здесь был участвовал в коррупционных схемах ссора здесь наше посольство тут было завязано в этом во всем он не хочет расследования этого всего он хочет чтобы это все забыли были записи между когда он звонил президенту порошенко ему говорят что делать управление страной это знаешь это все не демократические институты поэтому нужно чтобы вот это все забылось и пропало поэтому он не заинтересован чтобы украина все время была в новостях женщина который принадлежит канал блогерским танки большой популярный в украине укрлайф называется но она меня уже она не уже года два не приглашала к себе на канал опять же потому что там в основном вот муджабаев там это анжиров джангиров там вот эти все люди которые болезни трампа психологическая болезнь трампа и предсказатели будущего так как они предсказатель будущего и не люблю и пытаюсь фактами и примерами сказать что нет трамп для украины хорошо а вот байден для вас не очень из прошлого она не поддерживала эту идеологию по какой-то причине знаешь тут же очень много соровских денег ходит и ссора спонсирует здесь очень много журналистов каналов главных каналов поэтому они тебя приглашают чтобы показать могут мы объективные но они пригласят тебя один раз и 25 раз всех кто против ну так многие так делают а это артивиа и наша артивиа и знаменит поэтому я перестал ходить на артивиа еще когда катрикадзе катерине в открытом эфире сказал что они фейкнил что они то есть они ничего объективного в них нету что они есть какая-то цель чтобы внести раскол наше общество в соединенных штатах америки в израиле там где они вещают и у них это получается за какие деньги они это делают вот это вот было бы интересно узнать потому что реклама у них практически нет я думаю все за те же я думаю наверно смотрят россияне потому что отношению к юрии столько гадости и столько злости я люблю это да прочти хоть одну нормальную гадость оба твоя задача целовать за зад байден укрепись юра ты знаешь какое количество после того как северная корея послала америку на три веселых буквы вместе со своими авианосцами утерлась бывшему капралу не знаю что это такое я не понимаю я не могу пишут что ты продаешь лодки что ты облизываешь в эту люсю что ты и так далее ну слушайте ребят я понимаю что это так завидно облизать динсу продать лодки это все конечно самому начинает быть я сам себе начинаю завидовать из-за этого но вам все равно же это ну что ну продадите вы лодку все равно пропьете пропьете вас арестуют в тюрьме вас изнасилуют понимаете зачем вам надо и так импотенция уже развита и на него нормальные люди не будут писать на радио это понятное дело ну кто ну вот как часто я например писал никогда я не могу не знаю ну пишите молодцы пишите это на психологически это какая-то терапия происходит скажи пожалуйста вот я нет это я читать не буду но прочти но что ну будь другом там сложнее вечером начался день памяти солдат погибших за независимость израиля вопрос к вам есть много американских молодых людей которые отдали жизни защищая израиль они приехали к нам служить в армии как правило всегда боевых войсках знаете часть еврейской америки конечно мы знаем есть такая организация я член или мозг я хочу быть мозгом я член организации на совете директоров называется файдф фрэнсов айдиф мы поддерживаем вот этих солдат они называются лон солдат это одинокие солдаты которых 7 не только в америке в канаде в европе в россии в украине это еврейские ребята девчонки едут и служит в израильской армии служит очень часто в боевых частях в передовых частях и да есть иногда бывает так что я знаю одного который погиб во время операции недавние два года тому назад парень кстати был из пенсильвании да я знаю таких ребят юр насколько я знаю ты очень много занимаешься благотворительностью в украине я думаю что что это правильно чтобы о тебе знали не только что ты торгуешь рваными лодками на том что ты действительно много делаешь для особенно для солдат погибших солдат в украине ты можешь два слова рассказать об этом но вообще-то я им раньше занимался сейчас уже этого такого нет но есть до ветеранские организации здесь ранних вот первая моя программа была он таргет такая моя эксклюзивная программа где я приглашаю таких героев про которых люди не знают вот гордон он приглашает все кого все знают да и знаменитый я решил делать наоборот таких ребят которые что-то сделали людей до страны часто пострадали и никто не знает про них пишут песни про них там делают фильмы про них там журналисты рассказывают пальцы лавры себе а эти люди ходят или не ходят среди нас и мы про них не знаем они скромные в основном люди вот первый такой у меня был вадим свириденко у него нет ни рук ни ног он потерял руки и ноги в а то вот войны нет скажите ему это нет такого народа как украинцы а и он на протезах бегает прыгает отжимается улыбка своего лица никогда не сходит он дает очень много задора и духа всем таком человек как мне а участвует в олимпиадах участвовал в марафоне морской пехоты в америке вот он должен был приехать в этот раз но языка вида отменили вот про такого человека была передача у меня это есть можете выйти на мой youtube канал и там есть у меня он таргет я таких людях рассказываю приглашаю студию приглашаю студию с ними говорю вот ну со мной здесь произошел такое тоже интересная вещь со мной произошло здесь меня вдруг ни с того ни сего патриарх украины пригласил к себе значит гости я не знал я даже не знал кто такой патриарх что это такое и он меня пригласил и наградил меня там не дали за любовь и пожертвовал вместе украине я был очень тронут а ему 90 почти 93 года но так вскочил со стула такой крепкий кулак у него был светлейшая голова у человека намного светлее чем у нашего президента так скажем и немного надо да не намного светлее и он такой куличный сказал мол держитесь правда все равно победит все равно это ну правда может быть и сразу может не так он так очень честно с такой честный разговор со мной имел и потом сказал мне это было прям перед пейсах какой молодец но вот такая антисемитская страна еврей премьер был еврей а ну что мне нравится в украине конечно это прекрасная страна на в том смысле что такая антисемитская страна что 73 процент населения проголосовал за открытого евреев президента хорошего плохое то другое так дело каждый будет судя по себе и главный оппозиционер ему это вадим рабинович от партии за жизнь главная оппозиционная вот один еврей другого здесь называют фашистом вот это мне нравится это это настоящий демократический а патриарх американского еврея военного поздравляет так и должно быть вот это вот это цивилизованные цивилизованные отношения красота юр скажи а с твоей точки зрения украины есть шанс когда-либо вернуть крым или или нет ну шанс всегда есть я человек военный поэтому я верю всегда в шанс я всегда верю в то что просто так ничего не будет воровать нехорошо отнимать нельзя все это выйдет боком тебе если не тебе то твоим детям поэтому я думаю что до крым вернется в украину и крым будет независимой какой-то там федерации россии развалится на много на много частей но всегда все равно я думаю что в конце концов это будет дружелюбная страна для украины потому что да там много будет там много бывших российских военных отставников но все равно там также очень много людей которые лояльны украине татар много крымских которые считают но этой родина крым и они не хотят там россиян это не для них они помнят как их выселили как над ними устроили геноцид поэтому да я считаю что крым я считаю что крым часть украины и так таковой останется юр но тогда вопрос еще такой ведь зеленский насколько я понимаю пытался наладить отношения с трампом тем что она раскрыл всю информацию о хантере байдене на звуке не все я не видимо не все они то открывали расследование то закрывали то открывали то закрывали но я знаю что зеленский выступил что не было никакого но когда и пичман трампа устроили из-за этого телефонного звонка что зеленский сказал никакого давления на него со стороны президента трампа не было но это наверное играет час плохую роль для зеленского с приходом байден вот это обамовской команды но я не думаю что с приходом обамовской команды им было хорошо при обамовской команде опять же крым отняли при обамовской команде байден отвечал за украину это было его детище и все проблемы украины начались при обамовской власти и они продолжают сейчас это видно насколько допустим смотри при трампе военной америка давала военной помощи на 319 или 315 миллионов долларов потом уже на 2000 на 2 на 2021 год конгресс утвердил 200 с чем-то миллионов 220 чем-то миллионов долларов и байден своим указом вот уже начались они двигают войска россияне и байден это урезал до ста двадцати с чем-то миллион больше чем в два раза и вот они продолжают долгонить что он придет вот он за украину он такой антипутинец а вот трамп был за путин вот им даешь вот эти номера все равно не верят или все они хотят верить все равно будут добавить не но байден лучше все равно трамп он был ну как это так может быть причем люди на улице это понимает там таксисты которые метро а вот эти журналюги эти политики нет это все бестократа интеллигенция так называемая элита как и у нас как и здесь как в европе но это просто ну это большевики большевики социалисты это ничего по этому поводу не сделать то ли они и полезные идиоты то ли они правда на сорокские бабки существует я не знаю и вот это вот помощь она военно сильно урезана теперь байденом но он делать ничего не может делать корабли должны идти конечно балансы и безопасность мире должна быть сохранена но она будет сохранена за счет украины за счет украинской крови и когда байден согласился с этим журналюгой по пандополой что путин убийца на следующий день было четыре солдата убита украинские снайпером вот это случайно что это так у меня я не верю случайностью он до америке не может дотянуться но вот он показал что будет кровоточить это рано здесь что просто так это не проходит причем в одном в одном предложении сказал да он убийца но мы я вошел с ним обратно в договор по снв нормально давай погоду обсудим до убийца но мы спадал китайский президент не убийца уйгур спросите убийца он или нет а иранской если в америке же как в америке же кто знает про украину кто понимает из американцев где украина что россия какая тут война никто не знает не знать про иран знает про китай про северную корею вот почему не спросить эти там они убийцы он спрашивает про россию посмотришь про путина путин убийца да все и украинцы такие радостные хоть вот все он назвал вещи своими именами слушайте а то вы не знали а то кто-то не понимал то не биться а клинтона не убийцы на как насчет бенгази расследовать посмотреть кто там убийца своих же своего свои жизни свои же людей свои же лучше это вот на этих чувствах на этих ощущениях они играют постоянно но мы простой народ мы расплачиваем со своими детьми европейские политики они говорят о кома макрония меркель да те будут те старые европа это старая проститутки они понятно польша будет помогать венгрия будет помогать те которые прекрасно еще помнят что такое советский союз такой русский русский сапог прибалты будут помогать прибалтийские страны страны ну стороны балтики они не любят когда говорят прибалты страны балтики многие румыны болгары турки израиль израиль союзник украины я думаю что они будут помогать тоже может быть не так в прямую потому что израиль зависит от россии с арабскими странами но все равно я думаю что этих высокими технологиями могут помогать и будут а кто встанет рядом с россией как кто у россии союзник иран сирия все больше никто китай россии не поможет китаю это все на руку когда россия со соединенными штатами ругаются дерутся это на руку китаю спасибо юр скажи такую вещь а что что такое мая что они делают или же это просто собралась группа близко к зеленскому и пытаются выплыть это называется как лягушки которые бросили в молоко это все что ты сказал кто-то случайно попал кто-то нет кто-то пытается кто-то не пытается кто-то умен кто-то дурак такое демократическое суббора политиков ситуация конечно тяжелая в украине потому что экономически тяжелое людям тут тяжело война с россией очень тяжело без переносится еще к вида этот чертов свалился на голову поэтому украине много экономических трудностей и социальных трудностей военных трудностей но народ тут силен довольно и силен духом и народ здесь продуктивный они все равно если они не пашут они все они не сеют они что-то шьют если они сьют они бомбят на машинах они они не литяи и не пьяницы они мне чем-то евреев напоминает они все время недовольны чем все время дискомфортно и все время кто-то мешает вот но они но двигаются но двигаются они вперед движутся вперед я тоже в своей программе он target приглашаю таких людей которые делают огромные дела несмотря на все трудности которые в стране существуют юр но вот вот предположим извини сашенька предположим вот такой идеальный вариант украина вернула донбасс она же возвращает к себе по по идее такой прорусский вот это то что называется этот русский мир не окажется ли что вернув вот это все обратно они сделают себя же хуже ну есть такое то есть такой вариант тоже знаешь это но надо брать учет конечно людей человеческий фактор люди все равно хотят жить там где лучше вы можете кричать родина там сколько угодно но люди хотят жить там где лучше там где безопаснее там где есть будущее или надежда для детей для и поэтому чем скорее украина станет процветать чем она скорее поборет коррупцию здесь чем уровень жизни здесь станет выше тем больше людей захочет стежи слушай опять же израиль страна как говорит да если они арабов туда они будут анти израильцы да и нет потому что многие израильские арабы они конечно против там а мне нравится такие евреи там но короба ванее жить не то же самое здесь произойдет эти люди захотят быть украинцами они ну и потом много же людей слушай мебаса пришли в украину и не пошли на российскую сторону миллиона шел на российскую сторону но опять же многие из них это сделали не по политическим причинам а потому что там была сестра там пядя там тетя там есть где жить там есть работа там есть что-то там легче выжить им будет поэтому многие сделали это по такой причине когда возьмут донбасс обратно как они будут возвращать людей ну понятно что люди которые там уехали жить их херсон или в харьков они вернутся и заберут свои квартиры заберут свои бизнесы донбассе обратно а те кто уехали в россию не тоже смогут вернуться они тоже там много проблем надо будет решать когда это произойдет я уверен что это когда-то произойдет но инфраструктуру выстраивать как относиться к этим людям как это как советские относились к тем кто были на оккупированных территориях но не украинцам это понимать они-то и были попали в это стали все бандеровцами фашистскими пособниками на оккупированных территориях сразу же стали такие тоже граждане второго сорта поэтому как они будут с этим бороться с теми кто ушел из донбасса будет сложнее конечно я не знаю надо спросить у байдена пусть позвонит журналист на который тот дает интервью и спросит это не думаю не думаю потому что его сын получил полтора миллиарда долларов от китая китайской коммунистической партии поэтому не думаю что трамп назовет китайского лидера отрам байда назовет китайского лидера убийца не думаю но черт его знает я бы хотел чтобы он назвал у меня к тебе такой вопрос я вчера говорила с одним человеком который большой поклонник твоих программ но когда он узнал что ты будешь сегодня он сказал знаешь юрий много говорит о украине в россии они интересуют америка израиль потому что это я живу здесь и мне это интересней а я подумала о том что можно ли разве сегодня интересоваться какой-то отдельно взятой страной ну мы положим там израилем или только америка и разве сегодня вот если не дай бог какие-то военные действия начнутся между россией и украиной вы даже не наверняка будут завязаны все остальные тоже вот как ты думаешь ну я опять же в будущее я не могу предсказать но я знаю с прошлого когда сказали хорошо меня немецкие евреи не интересуют я американский еврей а что там со временем германии мне-то в этой дело почему я давайте не будем говорить что с ними гитлер делает какой мне интерес я считаю что это неправильно я считаю что там где происходит захват унижение убийство невинных людей выселение депортация все через что прошли наши родители наши дедушки с бабушками сейчас говорит о чем не интересует россия и говорить это на русском языке или когда меня не интересует украина и хрумпеть сало но это я считаю неправильно просто потому что теперь живешь в другом месте ли в другой стране все равно у тебя корни все равно интересы и вообще в мире конечно ты должен был мы как люди цивилизованные люди должны обращать где происходит я тоже не очень разбираюсь в хуту и тут сис я до сих пор не знаю кто его убивал там машете рубиона куски хутут тут сис или трус и speaker убили на куски машина там это происходило да меня это не очень сильно интересовало потому что мне африка до африки чистота условия присутствует но это неправильно это неправильно потому что когда такое происходит в мире мы как цивилизованное общество мировой должны это останавливать устанавливать на это должны потому что мы как обыкновенные граждане, мы же не можем приказать остановиться, но мы должны проводить давление на наших представителей, которых мы избрали, нас представлять в государстве, на наше правительство, выступать, говорить что-то про это, писать письма, ходить голосовать, что-то делать. А иначе, когда придут за вами, то российские чеченцы в России скажут, что они меня интересуют, эти евреи в Америке, они-то что, они переживали сильно за меня, когда нас тут утюжили, и наших детей, и матерей убивали, где они были? Поэтому-то я считаю, что так рассуждать нельзя, меня это интересует, и поэтому, что меня интересует, где они там, война будет в Украине или не будет? Она к вам придет, если она вас не интересует, я вас уверяю. Юра, ты сказал, читать тебе все, поэтому я тебя просил из скайпа. Вы, евреи, дешевые приспособленцы. Ничего подобного, мы не дешевые. Не дешевые. Вот если у вас есть деньги, пожалуйста, обращайтесь ко мне сразу. Можете через Сашеньку, мы поделимся. Но дешевый нет, дешевый никогда в жизни. Зачем вот говорить так, дешевый? Ну, давай дальше. И дальше. Вы крутитесь вокруг Путина, вы к табак зарабатываете деньги в Украине, замешанных на украинской крови, его совершенно, он равнодушен к украинцам, и так далее. Вы ищете там, где посытнее, и там, как рыба прилипала, прилипаете к тому, кого эти деньги живут. Например, Путин. Ну, что я могу сказать? Конечно, конечно. Надо бы нам брать пример с вас. Вы кушаете какашки, и вы никому... И осуждаете других, которые моют руки, значит, передают. Правильно, правильно. И вы не хотите так унижаться, поэтому деньги для вас ничего не значат. Вот вы сейчас пишете на американском айфоне, который вы купили не за деньги. И, значит, вы живете в доме, вы одеваете одежду. Все это не за... Деньги для евреев, это для евреев. Вам деньги не нужны. Вам нужно, чтобы с вами расплачивались значками. А вы все это приобретаете, американское и израильское лекарство израильское, израильские высокие технологии, вот эти программы, applications, которые вы сейчас, Сашеньки, пишете, не за деньги. Напишите, пожалуйста, Сашеньки, мне интересно, а чем вы расплачиваете, с какой части своего тела, если не деньгами? Потому что, знаете, я 30 лет прослужил во флоте, и я знаю людей, которые могут быть заинтересованы с вами войти в обмен за некоторые вещи. и они вам тоже там подарят что-нибудь. Я пишу, что айфоны такие-то китайские, так что, а ты вражина. А что он китайский? Джобс, Джобс, он был китайцем, да, я тоже его подозревал. Я подозревал его в этом, да. А Цукинберг точно китаец, потому что возле него стоит какая-то китайка постоянно. Он точно Цукинберг китайец. И деньги у него явно китайские. И да, деньги у него тоже китайские. Вчера Михаил Хайзин отметил, что ВВП Украины в 1991 году был почти такой же, как в Германии. По вашему мнению, Юрий, возможно ли восстановить экономику страны с текущим правительством, имею в виду Зеленского? Я не думаю, что экономику страны можно восстановить из одного человека, будь то даже он президент. Я думаю, что это собирает какой-то конгломерат. Какое ВВП в 1995 году было в Украине, такой же, как в Германии. Я не экономист. Хайзин, он экономист или кто он там. Но я себе не представляю, чтобы у Украины было ВВП, как у Германии. Потому что Германия, там Симмонс, там Мерседес, там BMW, там Audi, Porsche. Что еще там у них есть? Грундик. Многое все. В Украине в то время бурячки, кукуруза. И как у них могло быть ВВП одинаковое. Опять же, я не экономист, но мне сложно это. Ну, слушайте, Хайзин очень много говорит умных вещей, которые абсолютно, ну, нонсенс, но умно. Ну, нонсенс. Что такое, Паша, что такое москитный? Я не понимаю. Москитный – это какое-то определение флота, ну, видимо, такое пренебрежительное определение флота. Нет, если флот, это во флоте, москитный флот. Да. Это быстрые лодки, которые на по речкам, во Вьетнаме по речкам, они как москито слетали. Нет, это не унизительное выражение. Ага. Ну, я это тоже не буду читать. Мне уже скоро читать будет нечего. Ну, уже полтора часа. Сколько вы нам не надоели там еще нашим зрителям? Судя по всему, нет, только накаляется ситуация. А вы, когда, господин Табах, бывали в панодах, как морской пехотинец, я не знаю, что такое паноды. Видимо, я там не бываю. Понятно. Так что, Роналд, это ответ вам. Я хочу еще раз вам написать. Вот вы, кроме гадости в адрес евреев и в адрес Юры сегодня, я не вижу ни одного приличного вопроса. Если это сегодня такая тема, ну, извините. Я хочу, Юр, тебя знаешь, что спросить? Вот скажи мне, вот ты завтра возвращаешься в Америку, и ситуация, которую, тот вопрос, который тебе задавали в самом начале, Юрий, вы проводите много времени в Украине. Это, если серьезно, это связано с вашей работой, или вам там просто больше нравится, чем в Америке? Ну, я не понимаю, почему одно должно исключать другое? Что значит Илья? Ну, да. Ну, вообще, Филадельфия тебя ждет, Юра. Мы в Филадельфии без тебя очень грустим. Кстати, к вопросу об Америке, о том, что ты делаешь в Украине. В Америке также есть огромное количество ветеранских организаций. Ты как-то связан с ними? Ты помогаешь ветеранам или морского флота? Я принадлежу ветеранской организации, еврейской ветеранской организации. И я также много лет был членом директоров, совета директоров по бездомным ветеранам. Ветеранам, которые... Да, я просто боюсь, что сейчас твоя вот эта благотворительная работа понадобится в несколько раз больше в связи с тем, что происходит. в Америке. Так что спасибо тебе огромное за, во-первых, твой сервис, а во-вторых, за то, что ты делаешь. Это прекрасная страна, которой можно служить. Это за честь. Вот кто-то спрашивает второй раз, как Америка в Ираке? Это я не понимаю, что за вопрос означает, но как Америка в Ираке? В Ираке она как Америка. Спасибо тебе большое. Удачного... Ну вот, если кто-то думал, что я набрал, вот вопрос. Не-не-не, ну я там, кроме жит, еврей там... Я понимаю, что это эмоции, идет поток мыслей, которая пришла вам в голову, чтобы там умереть, и вы должны ее как-то возродить и сформулировать, понимаете? Потому что мозги не даны для того, чтобы там идеи и мысли умирали. А надо, чтобы они там создавались, созидали. Поэтому я предлагаю им сначала, там, может быть, на черновике как-то написать, дать там соседу, у которого мозги еще есть, сказать, слушай, это вообще сенс есть в этом, или это билиберда, которую я пишу. Так будет продуктивнее просто. Ну да, я только, знаешь, еще хочу тебе сказать, в последнее время я все чаще и чаще вижу людей, которые заходят к нам на канал, которые смотрят, слушают, и они все время пишут о том, что как хорошо, что вы уехали, вы евреев верстки, слава богу, что вас нет, назад мы вас не пустим, как будто мы туда рвемся, и так далее, и так далее. И я заметила, что в последнее время таких любителей, нелюбителей евреев стало все больше и больше. Ты мне можешь объяснить, почему мы, если мы такие ненавистные, и они рады, что мы уехали. Почему такой интерес к нам сегодня? Мы же уже не там, мы уже здесь. Потому что мы им здесь мешаем, понимаешь? Они еще никогда там так плохо не жили, когда мы здесь. И эти люди, я их уважаю в какой-то степени. Это их, это им так, это так у них сложилось, им так хорошо и очень прекрасно. Мне не нравятся те, которые мы мешали там, мы от них уехали, а потом они приехали сюда, в Канаду, в Америку, и мы им здесь тоже мешаем, понимаешь? Вот эти вот меня больше раздражают. Значит, мы от вас уехали, ну какого хрена вы приперлись за нами сюда, чтобы мы у вас и здесь кровь пили? Ну, сидели бы там, и все, и у вас бы была нормальная кровь, и достаточно никто бы у вас... Чего вы приперлись за нами сюда, не знаю. Юр, спасибо тебе, пишут. Спасибо, все. Спасибо, удачного полета домой. Спасибо огромное, Юр. Спасибо, пока-пока. Пока. Ну, Паш, я дело в том, что не видела Юру, я вот только видела зеленую картинку, но слышала. Так что все равно было...